Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Подноволтайском, возможно, нашли останки Ксюши Боковой, школьницы, которая пропала 7 лет назад. Ужесточение за эксплуатацию аттракционов, статус детей войны и многодетных семей, что еще обсудят на последней сессии АКЗС перед выборами. К 2024 году обещают поставить финальную точку, как идет преображение парка Изумрудный и что еще планируют в нем сделать. Начнем с главной новости этого дня. Как сообщают СМИ, подноволтайском нашли останки Ксюши Боковой, которая пропала 7 лет назад. По данным РЕН-ТВ, сначала к правоохранителям обратился мужчина, который увидел в реке Малая Черемшанка торчащие сапоги. Также сообщается, что позже следователи обнаружили и сам скелет ребенка. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве. 11-летняя Ксюша из Новоалтайска пропала по дороге из школы 28 марта 2014 года. То есть сейчас Ксюше было бы уже 18 лет. К ее поискам были привлечены сотни людей, в том числе даже экстрасенсы. Однако тогда удалось найти лишь телефон и сумку ребенка. Как утверждают в СМИ, девочку могло затянуть в выл, а сейчас выкинуть. Также, по данным наших коллег, накануне родители Ксюши уже были на опознании ребенка. Но следователям еще предстоит проверить принадлежность костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой. Назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О всех подробностях этой загадочной истории мы расскажем вам в ближайших выпусках. А сейчас переходим к другой теме. Пострадавшие на батуте в конце мая девочки продолжают проходить лечение. Обе снова находятся в стационаре. И не исключено, что их реабилитация продлится долгие месяцы. Поскольку наряду с уже выявленными проблемами выявляют новое осложнение со здоровьем. Лечение требует немалых затрат. Оказывают ли помощь семьям пострадавших обвиняемые в ЧП и понесут ли какое-нибудь наказание ответственные чиновники? Ответы на эти вопросы в следующем материале. Девочки, пострадавшие на батуте, вновь в больнице. Правда, сейчас они попали туда уже не экстренно, а планово. Но не исключено, что не в последний раз. Обеим малышкам предстоит долгое лечение и не менее долгая реабилитация. С Мариной, мамой одной из девочек, мы встречались в июне. Тогда ее дочь из-за серьезной черепно-мозговой травмы могла лишь издавать хрипы вместо звуков. Почти не было слуха и впереди ее ждала операция на бедре. Сейчас ребенку значительно лучше, но девочке по-прежнему запрещено вставать и ходить. Но сидеть она уже может. У нее речь иногда немножко заторможенная. И тяжело проговаривать некоторые слога, буквы. Но у нее это паники не вызывает, да? Нет, у нее ступор и у нее начинается плаксивость, хныканье. То есть у нее не то что паника, она расстраивается. Сейчас также нам направлены на восстановление мозговой деятельности таблетки. Второй пострадавшей малышке также не разрешено вставать. У нее сложный перелом костей таза. Не без последствий протекает и черепно-мозговая травма. Сейчас черепно-мозговая травма дает осложнение. То есть у нее на один глаз развивается косоглазие. И этот глаз теряет зрение частично. Такие тяжелые телесные повреждения потребуют длительной реабилитации. Изначально обвиняемая предложила семьям компенсацию. Миллион двести тысяч первой и восемьсот тысяч второй семье. Но пострадавшие были вынуждены отказаться. Ведь оценить на тот момент, сколько средств потребуется для полного восстановления здоровья девчонок, было нереально. А обвиняемая при этом выдвинула условия. Зовите ходатайстве, чтобы ее отпустили под подписку о невыезде и сняли с автомобиля арест. Правда, позже одна семья приняла от обвиняемой 200 тысяч рублей, другая 300 тысяч. Это была уже реальная помощь без каких-либо условий. Мы приняли от них материальную помощь 300 тысяч рублей. Мы это расценили, как нам нужны эти деньги сейчас. Потому что Вику выписали, мы не знали, какие препараты нам нужно будет принимать, насколько это будет долго. Это не окончательная сумма, это материальная помощь на данный момент. То, что Вика рядом с нами сейчас дома, это немножко, да, в этом плане в эмоциональном полегче. В ходе подготовки материала мы выяснили, что в последние годы подобные ЧП на батутах произошли во многих регионах страны. Но самые тяжелые телесные повреждения у барнаульских детей. При этом контролирующая безопасность подобных устройств организация Ростехнадзор может избежать какой-либо ответственности. Уголовное преследование в отношении нее прекращено. Официальная причина – отсутствие состава преступления. Резонно возникает вопрос, как такое возможно после трагедии, которая имеет столь страшные последствия для здоровья детей 3-х и 4-х лет. Оказывается, вполне допустимо. С 19 по 23 годы действует мораторий, дающий право предпринимателям на получение лицензии и фактически оказание бесконтрольных услуг в сфере детских аттракционов. Получается парадокс. Ростехнадзор надзирать де юра должен, де факто, пока не может. А значит, ответственные чиновники не при чем. Впрочем, семья одной из пострадавших девочек не исключает, что подаст жалобу в Краевую прокуратуру на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ростехнадзора. Добавим также и расследование барнаульского ЧП на батуте стоит на контроле Генеральной прокуратуры России. И в продолжение темы. Алтайские депутаты предлагают ужесточить ответственность организаций, которые контролируют работу аттракционов. Также они намерены возобновить индексацию страховых пенсий, определиться с официальным статусом «Дети войны», кто может считать себя таковым, а также установить единые критерии поддержки многодетных семей. Это лишь часть инициатив, которые парламентарии намерены обсудить на последней сессии АКЗС седьмого созыва, которая пройдет в августе. Подробнее в сюжете. Посмотри, что дети поубивались. 30 мая этого года эти кадры потрясли всю страну. Возле торгового центра в Барнауле перевернулся батут. Две девочки получили серьезные травмы. Стало ясно, за халатность взрослых не должны платить дети. Так алтайские единороссы предложили вынести инициативу на федеральный уровень. Это поправки в статью КОАП, которая предусматривает административную ответственность за нарушение правил госрегистрации аттракционов, а также дополнение в статью за нарушение требований к их техническому состоянию. На самом-то деле у нас есть здесь большой определенный правовой пробел с точки зрения регулирования этой деятельности. Надо смотреть. То ли специальный орган должен быть, то ли специальная инспекция. Нам просто нужно обратить внимание на то, что на аттракционах должно быть детям прежде всего безопасно. И они должны быть проверены, прежде чем нога ребенка вступает на батут, либо иной вид аттракциона. Это лишь одно из предложений, которые фракция «Единая Россия» представит на сессии АКЗС в конце августа. Большой блок инициатив коснется социальной поддержки. Например, депутаты предлагают возобновить индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров. Также установить единые критерии поддержки многодетных семей. И определиться со статусом «дети войны», чтобы наконец-то избавиться от путаницы, кто же может считать себя таковым. Мы считаем, что определения категории граждан «дети войны» должны быть едины на федеральном уровне. А также определены базовые меры социальной поддержки для данных категорий граждан. Еще один важный вопрос для жителей края – газификация. Мы вышли с инициативой, которая поддерживает инсерктиву, чтобы была компенсация 20 тысяч рублей, а за 27 медиций мер поддержки – это уже устройство на зеленых участках. Также мы хотим выйти с расширением количества годников, получателей данных услуг. Впереди обсуждение инициатив с коллегами из других фракций, продвижение инициатив на разные уровни – в Госдумы, правительства и регионы. Мы не скрываем, что мы предложили фракциям краевого законодательного собрания также присоединиться ряд законодательных инициатив. Мы будем рассматривать совместность фракций ЗБР, одну и садеус со всеми тремя оппозиционными фракциями. В чем уникальность ситуации? Наверное, впервые за всю историю СОЗОВа целый ряд законопроектов поддерживают и выдвигают все фракции законодательного собрания. Так, например, инициативу по детям войны сейчас уже поддержали и Единая Россия, и Коммунистическая партия, и Справедливая Россия, и ЛДПР. Целый пакет законопроектов сегодня рассматривается в единении всех фракций законодательного собрания. Добавим, с новыми инициативами будут работать уже депутаты нового, восьмого СОЗОВа АКЗС. Финальная сессия этого собрания состоится в конце августа. Ирина Корчагина, Данил Захаров. День с толком. Три кандидата от Алтайского края снимаются с выборов в Госдуму. Эти самовыдвиженцы не предоставили должных документов для регистрации. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала председатель избиркома края Ирина Акимова. Среди выбывших кандидатов инженер-энергетик технического отдела в центре ДАР Анатолий Майдуров, домохозяйка Дарья Каткина и руководивший некогда партией «Возрождение России» на Алтае Антон Мартыненко. Никто из вышеперечисленных подписей в свою поддержку для регистрации не предоставил. Из кандидатов самовыдвиженцев только бизнесмен Владимир Попов от Рубцовского округа продолжает баллотироваться в Госдуму. В его списках насчитывается больше 15 тысяч голосов. Регистрацию уже получили Александр Андрющенко, Коммунист России, Максим Крайн, ЛДПР, Анна Левашова, КПРФ, Александр Терентьев, Справедливая Россия, Андрей Ткаченко, Яблоко и Сергей Убраев, Родина. Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября. К концу этой недели станет известен весь объем избирательной кампании. По четырем одномандатным округам в выборах и в Думу участвуют 36 человек. Все они предоставили документы в избирком. На сегодняшний день уже 28 кандидатов, а это кандидаты в основном все представляющие политические партии, они уже зарегистрированы в избирательной комиссии Алтайского края. Ну вот буквально, я думаю, что ситуация совсем очень близка к своему завершению. Буквально на днях мы осуществим рассмотрение оставшихся документов. Главный врач Тальменской ЦРБ, вокруг которой недавно разразился скандал из-за острого дефицита узких специалистов, обвинил подчиненных в отсутствии моральных принципов и завышенных запросах. Об этом он написал в ответе на наш официальный запрос. А между тем, после обнародования ситуации на жителей села, которые не побоялись рассказать о проблеме, местная власть, по словам людей, оказывает давление. Подробности далее. На прошлой неделе мы посетили Тальменскую ЦРБ, три педиатра которой обслуживают 42 населенных пункта. Двое из них – молодые врачи. Они целыми сутками ездят на вызовы и заменяют юным пациентам всех специалистов. Я педиатр поликлиники. Поликлиника – это место, где приходишь лечиться амбулаторно. А отделение – это где лежат тяжелые дети. Чтобы лечить таких детей, нужно пройти специализацию на уровень высшего. То есть берешь на себя добровольный риск, ответственность и идешь. По программе «Земский доктор» молодые врачи могут получать по полтора миллиона рублей. Но даже это не является стимулом. Специалисты из села бегут, нередко не дорабатывая положенный срок и возвращая государству деньги. Причины кадрового голода главный врач Тальменской ЦРБ пояснил письменно. Очень жаль, что нынешняя молодежь, да и врачи постарше не хотят и не стремятся работать на селе. Скорее всего, это связано с тем, что в сельской местности тяжелее работать, чем в городе. Это и большая загруженность во внеурочное время. Прошло то время, когда врач отдавал себя без остатка пациентам. Пересмотрены моральные принципы. На первое место вышли материальные ценности. А в сложившейся ситуации в стране и в мире не всегда есть возможность удовлетворить завышенные запросы сотрудников. Иными словами, по мнению главврача, острый дефицит медиков в районе сложился не из-за уровня жизни в селе или напряженных условий труда, а исключительно из-за отсутствия моральных принципов специалистов. К слову, последних оставшихся в районе врачей после выхода в эфир сюжета ждал неприятный разговор. А одного из участников съемки по нашим источникам уволили с работы. Теперь некоторые жители Тальменки боятся в открытую рассказывать о проблемах малой родины. Говорят, себе дороже. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае перепишут более тысячи аграрных организаций и порядка 500 тысяч личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственная микроперепись уже охватила 40% респондентов от запланированного. Проводя обход, переписчики фиксируют площадь земельных наделов, в том числе огородов, и выясняют, какие культуры и в каком количестве выращивают люди, а также какой скот они содержат. В перечне обязательных для визита переписчика объектов стельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, а также личные подсобные хозяйства. По итогам переписи данные опубликуют, чтобы ими смогли воспользоваться все те, кто участвует в развитии сельского хозяйства. Это и бизнес-сообщество может смотреть, как развивается сельское хозяйство, чтобы, допустим, направление для развития своего бизнеса как-то прогнозировать. Это и государство, естественно, для того, чтобы формировать программы поддержки, программы кредитования. Напомним, раньше сельхозперепись проводили каждые 10 лет, теперь интервал между переписями сократили вдвое. Следующий сбор данных начнется в 2026 году. В Барнауле стартовала благотворительная акция «Соберем детей в школу». Цель проекта – оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, подготовить детей к новому учебному году. В этом году такую помощь получат 25 семей. Они получат канцелярские принадлежности, сладкие подарки, билеты в театр музыкальной комедии. На это выделено порядка 70 тысяч рублей. Остатки средств пойдут на организацию самого праздника – Дня Знаний. К слову, в прошлом году такая акция помогла 67 семьям Барнаула. Каждая из них получила от 5 до 7 тысяч рублей. У нас сегодня еще достаточно много семей, которые нуждаются в этом. Ну, в самом деле, низкая заработная плата. И вот вчера у меня только был телефонный звонок. Мама-санитарка, двое работают в больнице, двое детей. Ну, конечно, даже эти деньги, которые она сегодня сможет потратить на одежду школьную, чтобы ребенок почувствовал так же, как и вся страна, что это праздник, конечно, им нужно помогать. Посвятить жизнь алтайскому ленточному бору – именно такой выбор сделал наш земляк Юрий Гилев четыре десятка лет назад. Сразу после окончания техникума лесного хозяйства он отправился на работу в родной лес. За это время он потушил сотни лесных пожаров, посадил более двух с половиной миллионов новых деревьев. И совсем недавно его заслуги оценили по достоинству на уровне страны. В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Юрия Владимировича званием заслуженного лесовода Российской Федерации. Подробнее расскажет Артем Гусельников. Уже более сорока лет он следит за сохранностью алтайских лесов. Руководит плановыми рубками, посадкой новых деревьев и тушением пожаров. Юрий Гилев пришел в профессию еще в юности, но остался в ней на всю жизнь. Родители видели его прорабом, но несмотря на это он выбрал лесную сферу. За время работы под руководством Юрия Гилева высадили больше двух с половиной миллионов деревьев. И ежегодно их число только растет. Деревья – это очень интересное создание. Если они в группе растут, сучьев у них практически нет только на макушке. А если оно одно стоит, с солнцем обогревается, у него очень много сучьев, и оно как шары. Такая любовь к лесу, говорит мужчина, зародилась еще в детстве. Тогда он много времени проводил на природе, а теперь и его сын работает в лесхозе. Однако, несмотря на это, заявку на участие в конкурсе названия заслуженного лесовода подали коллеги. Человек уже, ну, видно, что заслужил такого уровня награду. Этот человек заслужил. Потому что, если говорить своими словами, ну, это пахарь. Если в лесном хозяйстве он знает все от и до, да, и как бы очень трудолюбив. Года считаются по мутовкам, вот этим, по сучьям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И плюс еще два года. По 15 лет на токому дереву. В июле президент подписал указ о присвоении звания заслуженного лесовода. Для Гилева награда стала неожиданной. Как считает мужчина, это просто его работа. Но знакомые уверены, звания он ждал слишком долго. А для Юрия приятнее осознавать, что пусть немного, но он меняет сознание людей по отношению к лесу. Я 40 лет проработал. Он меняется, он меняется в лучшую сторону. Чище становится. Люди стали немножко повнимательнее к лесу, не стали пакостить, озера захламлять, меньше стали. Юрий Владимирович мечтает о том, чтобы молодежь выбрала профессию лесовода. Сложную, но чрезвычайно важную. Его цель – передать ленточные бары, которые сохранило до наших дней не одно поколение лесников, в надежные руки. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. К 2024 году завершится преображение парка «Изумрудный». Общественное место по-своему уникально, только в этом парке есть искусственный водоем. Однако приступить к его ремонту так сразу не получится. Есть ряд сложностей. Самый, наверное, сложный и дорогой объект парки. И в то же время самые востребованные по нашим исследованиям горожане требуют восстановления пруда в первую очередь. В настоящее время необходимо разработать проект «Исмету» по восстановлению пруда. Работы здесь много. Предстоит комплексное благоустройство. Нужно обновить не только аварийные мостики, но и саму чашу. Сейчас, даже если ее заполнить водой, озеро не получится. Оно просто уйдет под землю из-за многочисленных трещин. В советское время пруд в «Изумрудном» был одним из самых популярных мест отдыха граждан. В наше время оба моста на островок признаны аварийными. От главной изюминки парка осталась лишь виноградная косточка. Напомним, по предварительным подсчетам специалистов, на восстановление пруда придется потратить не менее 50 миллионов рублей. А в целом на благоустройство парка только в этом году выделили более 90 миллионов краевых и городских средств. В два раза меньше освоили в прошлом. В этом году здесь появятся уже спортивные площадки и появятся детские площадки. Есть еще этапы. Это этапы 22-го года, 23-го года включительно. Я думаю, что и правительство, и мы поддержим эти объемы финансирования для того, чтобы все-таки нам в обозримом будущем, а именно в 24-м году, здесь закончить все мероприятия. А между тем в парке продолжают обустраивать дополнительные велодорожки. Та единственная, что была, уже не справляется с оживленным трафиком. Сейчас убрали весь этот бурелом и сделали прекрасные дорожки. То есть я точно знаю, что для выгула собак будет здесь место и для прогулок здесь есть. Здесь часто гуляю, и велодорожки очень активно используются. Молодежь катается, и люди пожилого возраста уже активнее стали, потому что есть возможность где покататься. То есть появилось место, где люди могут отдохнуть, с детьми прокатиться. В ближайшее время здесь приступят к восстановлению центральной аллеи, которую в Узумрудном называют визитной карточкой. Здесь появятся фонари, новые урны и скамейки. А в 2024 году поставят финальную точку восстановления парка. Алексей Поляков, Александр Лизратов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...